Добрый день. Меня попросили поговорить о первичной профилактике на практике, и представляю я университет в Томпере. Мы уже довольно много слышали о вакцинации, однако ВПЧ, как известно, это сексуально передающееся заболевание вирусное, которое очень хорошо известно. Практически на протяжении 80% всей жизни есть опасность его приобретения. И уже существует более 200 типов, только 12 из этих типов классифицируются как онкогенные с высоким риском, особенно 16-18. Да, мы видим эти 12 типов, которые здесь представлены как бы по степени уменьшения их опасности. Эти онкогенные типы не равны с точки зрения опасности, которую они представляют. И сейчас существуют три лицензированные профилактические вакцины, да, бивалентная вакцина. Они работают, эти вакцины, против ВПЧ-16-18. Однако, также показано, что есть и такая взаимная защита от других связанных с ними типов. Таким образом, по-убивалентной мы видим здесь такую вот защиту еще и против 52, 55 и так далее. Здесь вот такая перекрестная эффективная работа этих вакцин. Я очень кратко поговорю об этих пяти параметрах, которые очень важны для успешной вакцинации. Во-первых, у нас, конечно, должна быть долгосрочная эффективность вакцин. Нужно думать о стратегии вакцинации, о синергии применения вакцин. И также, конечно, очень важно говорить о том, каким образом программы вакцинации работают. В Финляндии у нас ситуация достаточно хорошая, потому что в Финляндии каждый житель, включая мигрантов, и имеет свой идентификационный номер. Это позволяет нам очень хорошо отслеживать все вакцинированные когорты по времени. Например, здесь, да, в Финляндии у нас есть все регистры нашего населения. Здесь представлено все наше население. И мы можем здесь выйти на различные вакцинированные когорты. У нас есть биобанк, который содержит примерно 96% всех проб, взятых у беременных женщин в Финляндии. И мы можем это связать, конечно, с данными из общего банка. Долгосрочная иммуногенность – это очень важный вопрос. Это, конечно, да, Медалл. Что прежде всего мы обнаружили? Мы обнаружили, что существуют различия по возрастным группам. Вот видите, светло-серый цвет представляет тех, кто был вакцинирован в более раннем возрасте и более темный в возрасте после 15 лет. И здесь наблюдается существенное различие по этим группам. В зависимости от возрастной группы разное количество антител образуется. И здесь интересно, что увидеть. Здесь реакция на вакцинирование. После вакцинации мы не можем человека, как бы так, с этической точки зрения, мы не можем его подвергнуть воздействию вируса. Но через 5 лет они получают новую дозу вакцины. И вы видите, что уровень антител после 2-го, 3-го введения вакцины меняется. Вы видите, что здесь наблюдается тот акцент, на который мы обращаем внимание. Здесь появляется всплеск такой. И мы видим здесь вот эту верхнюю линию, которая представляет нам данные после вакцинации. А прочие линии связаны уже с естественным инфицированием. Что здесь интересно также? Мы должны посмотреть на вакцины с другой точки зрения, для того, чтобы провести сравнение. Произвинив уровень антител со временем. И в разных когортах. Поэтому мы, как бы, представители людей, которые участвовали в разных исследованиях, объединили. И взяли образцы у разных групп женщин. В том числе у тех, кто был беременным на определенном этапе. Мы здесь видим с вами, у нас есть такой ответ. Мы видим, что количество антител мы видим здесь выше, чем при естественном инфицировании. Но, однако, этот титр антител в значительной степени выше, чем в том случае, когда мы говорим о картисон. Теперь эффективность вакцин в долгосрочной перспективе. Как они работают? Что бы мы хотели здесь увидеть? Мы в этой таблице представляем, что первый, 3+, и 3+, да, это определенные возрастные группы. Как мы уже вам сказали, мы видим здесь и доза соответствующая, независимо от типа ВПЧ. И после 4 лет, по истечении 4 лет и 10 лет, эффективность вакцины выдерживается. И практически на одном уровне. Вот здесь, это возможность в Финляндии имеется связать эти данные. И таким образом мы можем показать, как вы здесь видите, что вакцинация защищает от инвазивных раков. И поэтому что мы сделали? Мы посмотрели на вакцинированные когорты, сравнили их с невакцинированными женщинами. И мы увидели следующее вот здесь. Мы увидели, что вакцинированные женщины не дают нам ни одного случая рака, связанного с ВПЧ. В группе невакцинированной мы здесь видим 10 случаев. Таким образом, какова же должна быть стратегия вакцинирования? Во многих странах таких, как, например, Шотландия, можно добиться вакцинирования 90% населения. Мы, конечно, хотели бы иметь высокий уровень для того, чтобы была у нас высокая степень защиты для тех групп, которые не всегда сейчас еще вакцинируются. В некоторых странах это невозможно. К счастью, мы живем в том климате, когда можно добиться таких результатов. В Финляндии, например, в 2007 году мы начали испытывать различные стратегии вакцинации с разным охватом групп. Для того, чтобы понять, как можно оптимизировать эту стратегию с учетом этого умеренного охвата. Прежде всего, что мы сделали? 33 сообщества у нас были задействованы. У нас было, так сказать, три группы исследований. Во-первых, мы использовали гендер-нейтральную вакцинацию, девочки, мальчики. Группа три, только девочки. И третья группа – это контрольная группа. Здесь у нас вакцинирование было, но вакцинирование против гепатита С. 12-15 лет возрастная группа, затем мы отслеживали до 18 лет, затем 22 года. И вот в этой группе при этом исследовании у нас были группы испытуемых с разными годами рождения. Мы использовали математическую модель и увидели, что мы не могли увидеть при таком охвате, каким образом будут реагировать когорты более раннего года рождения. Но у нас был, например, 95-й год учтен и так далее. На самом деле все зависит от того, какова стратегия вакцинации. Здесь у нас рандомизированные сообщества, и мы включаем невакцинированных женщин, вакцинированные женщины. Их относим соответствующие, разносим по соответствующим группам. И мы здесь видим, что по ВПЧ-18, красные линии, да, красные, да, гендер-нейтральная группа. Мы видим, третья линия, красная, начинает понижаться, да, это 95-й год рождения. И вот это говорит о том, что сказывается воздействие на ВПЧ-18. Далее, здесь у нас, да, ВПЧ-33, 36, 35. И здесь мы видим значительные изменения, видимо, по более молодым группам. Однако в группе девочек мы не видим такого явного эффекта, как в гендерно-нейтральной группе. У нас хороший эффект против ВПЧ-18, но мало против других групп, других типов 33 и 35. Почему? На самом деле, мы здесь, в ВПЧ-16 у нас нет таких явных данных, потому что это не явился для нас маркером текущих инфекций. Здесь снова визуально все это представлено, эти три, эти сообщества, распределение по группам. И мы видим с левой стороны у нас когорта более старшего возраста и молодого возраста, следующая когорта, и мы видим здесь эффективность по ВПЧ-18, 33, 35. В стране, где у нас используется вакцинирование, у нас есть уже группы вакцинированных женщин. И что мы можем делать в отношении скрининга этих групп? В Финляндии мы работаем с этими женщинами, снова их рандомизируем для того, чтобы провести испытания различных других подходов к скринингу и к вакцинации. В настоящее время мы сейчас эту работу осуществляем, поэтому я расскажу вам только о базовых результатах, которые мы к данному моменту получили. Прежде всего, дайте мне пояснить немножко, в наших испытаниях у нас вот эти группы, да, есть группа с частым скринингом и нечастым скринингом. Этично было вакцинировать или не вакцинировать произвольным образом, поэтому мы проводили повторное вакцинирование для того, чтобы увидеть результаты. И таким образом мы поместили некоторых наших испытуемых в группу безопасности, так мы ее называем, это была третья группа. И скринирование группы 28. И таким образом, что мы с вами видим? Мы не видим здесь существенного различия по группам, в группам частого скрининга и редко проводимого скрининга. И мы проводим испытания на ВПЧ, и мне бы хотелось вам показать некоторые результаты. Вот это люди, которые были вакцинированы в возрасте 12-15 лет, и вы видите здесь, что мы с вами видим? Мы видим крайне редкие случаи заражения. И здесь представлены количество и проценты. Только 0,5-0,3% позитивны к ВПЧ. И, наконец, мне бы хотелось поговорить об экономической эффективности. Вот эта таблица, мы здесь видим с вами, это на самом деле график. У нас есть затраты и зелёные точки – это отсутствие вакцинации. Здесь даже данные по мальчикам и девочкам. И это различные практики вакцинирования здесь также учтены. Вот эта имеющаяся сейчас практика достаточно дорогая, может быть, не самая эффективная практика вакцинирования. Второе, что мне хотелось бы сказать, когда мы переходим от отсутствия вакцинации к вакцинации девочек и мальчиков с тем же самым скринингом, который имеется, мы на самом деле экономим средства. Это просто значительно более эффективно с точки зрения экономической. И третий момент. Вот теперь у нас красные точки, да, мы должны их сопоставить по мальчикам и девочкам. На самом деле здесь нет такого большого увеличения затрат, но не так негативно сказывается отсутствие работы на качестве жизни. И каким же образом осуществлять вакцинацию? Конечно, очень важно, чтобы у вас вакцинация проводилась с учётом равных прав вашего населения. Это очень важный момент. Это вот должна быть модель шведского сыра. У вас должен быть такой пакет превентивных мер для предупреждения цервикального рака. И вы должны как бы проходить вот этой стрелочкой по всем этим дырочкам в сыре. Приглашать на скрининг, второй раз приглашать на скрининг, если люди отказываются. Второй человек, который отказывается от второго скрининга, может быть, попадёт в третью дырочку в этом сыре. Это человек, который преодолевает первый барьер, такой защитный барьер. Вполне возможно пропустит и следующие такие барьеры, защитные барьеры. Очень важно не пропустить этих людей, очень важно не допустить этого. Это означает, что вакцинацию проводить надо в школах. И, наконец, я хочу суммировать то, что было уже сказано. Здесь, конечно, различия по антителам, однако биологический эффект здесь пока ещё не ясен. Две вакцины первого поколения дают эффективность на протяжении 12 лет примерно. И гендерно-нейтральная вакцинация даёт достаточно хороший эффект против ВПЧ-18, 31, 33, 35 даже при небольшом охвате. И интегрированное применение вакцинации и скрининга – вот это те программы, которые могут быть ключом к успеху. И, наконец, надо обязательно добиваться того, чтобы как можно большая группа населения проходила скрининг и вакцинацию, а значит, работать надо в школах. Я хочу поблагодарить профессора Марти Латвина, который очень много сделал для проведения подобных исследований. Ещё раз хочу вас поблагодарить за внимание. Спасибо. Один короткий вопрос. ХПВ-16, ВПЧ-16 значительно быстрее депродуцируется, а в целом депродуцирование достаточно медленное. Поэтому это продуцирование зависит от типа ВПЧ. Чем быстрее это продуцируется вирус, тем больше нужно покрыть вакцинации. Для разных типов ВПЧ эти скорости распродуцированы разные. ВПЧ-16 действительно особенный в этом плане. С высоким курсом продуцирования нужно больше уровня покрытия, чтобы получить хороший эффект. Большое спасибо. Я не думаю, что это очень очевидно. Это способ измерения эпидемиологии инфекционных заболеваний, которые используются для различных инфекций и патогенов. Он говорит о том, насколько передаётся агента. Если вы говорите в целом об одном инфицированном ВПЧ, сколько людей в популяции он может заразить? В общей популяции может быть один человек, который болен ВПЧ-16. Если он в среднем заражает одного человека, то это заболевание неудержит популяция. Но чем больше это число заражённых, чем больше способны передавать заболевания, тем больше нужно покрытия вакцинации. Большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Продолжение следует...